Друзья, добрый день. На связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена. Было большое количество людей, чтобы пригласить Никиту пообщаться. Соответственно, я представляю, Никита Констанда. У меня история в 2017 году была. На ФСК очень много заработали. Да еще вырастет. Это вообще мастхэв, влюбленность в актив. И потом все это упало. Поэтому ребалансировка – это история, которая полностью позволяет убрать эмоции. Эмоции при принятии решений, когда у тебя просто есть система, и тебе система говорит, все, парень. Пара. Пара. Ну, то есть, без разницы. Потому что, причем, ты же не полностью избавляешься. Люди же как говорят, я вот найду вот это вот, все вырастет, как на график смотрят. Вот здесь вот, когда будет низко, я куплю. Вот здесь вот, когда будет высоко, я продам. А вот здесь вот снова куплю. Я закрываю правую часть графика, говорю, что там за невидимой частью, за туманом войны, да, что происходит. Люди говорят, да фиг его знает. Я говорю, вот сейчас что, покупать или продавать? И вот как раз-таки, чтобы эту эмоциональную составляющую, наверное, убрать, потому что это, наверное, отдельная тема для разговора эмоций при инвестировании, при спекуляциях, очень серьезно позволяет очень простая придуманная вещь – ребонсировка. Она позволяет следовать наказам кого-то, Рокфеллер сказал, заработать денег, ребят, несложно. Покупайте дешево, продавайте дорого. Все. Но почему-то, почему-то и на своей практике, я не знаю, у тебя может быть так же. Получается ровно наоборот. То есть то, что выросло, люди покупают или покупают то, что растет, а то, что пока не находится в сфере интересов, ну, и никто не хочет покупать. У меня на эту тему, кстати, кейс есть прекрасный. Это вот как ведет себя большинство людей. В октябре 21-го года, ну, как раз вот когда российский рынок был на максимуму, да, ну, так случилось. В общем, я делал портфель для женщины, ну, почти предпенсионный возраст. И, соответственно, ну, я тогда понимал, что, ну, как бы много акций нельзя ставить. Ну, я все... При этом я не занимаюсь маркет-таймингом, да, то есть, но я могу, например, если у меня там внутри есть какой-то дискомфорт, там уровень риска несколько снизить. Маркет-тайминг – это у нас выбор времени входа в позицию. Будет рецессия, сейчас все упадет, сейчас смысла покупать нет, у нас очень много шоу сейчас появляется, да, то есть, когда люди больше с трейдерским подходом спекулятивным, да, они говорят, ребят, сейчас все дорого, вот этот индикатор показывает на перекупленность рынка, все активы стоят дорого, покупать смысла никакого нет. Вот сейчас пускай упадет на 10-15 процентов, тогда я начну покупать. Это называется маркет-тайминг, или там... Подбор времени. Подбор времени входа в позицию. И Никита, я могу рассказать кучу историй, да, когда не срабатывало это. И очень показательно просто история, связанная с тем, что были доллары, были доллары по 55. Кто-нибудь доллары по 55, в принципе, купил, ну, то есть, упали, все хотели, все видели цены. Недавно, буквально три месяца назад все видели цену 120. Была же история, что доллар стоил 55. Он не вырос сразу там до 80, до 90, он потом и 60, и 65. Я говорю, ребят, вы почему по 55-то не покупали? Потому что, когда ты вернешься в эту историю, потому что мне тогда писали, я же говорил, доллар пойдет вниз, теперь он будет 45. Я говорю, поживем, увидим. То есть, я видел кучу этих сообщений. Потому что что получается? Комиссия на покупку долларов огромная, с этими долларами непонятно, что делать. Ну, купишь ты их на бирже, а что дальше? Приведешь на банковский счет, там вообще могут блокировать. Тебе все банки подряд каждый день присылают сообщение, заберите свои доллары к чертям собачьим с счета банковского, потому что риски есть. И мы, как банк, не хотим держать валютную позицию. Доллары никому не нужны были. Сейчас, опять-таки, курс, там 90-95. Всем быстро понадобилось. Всем понадобилось, все покупают, будет 120. Дему рассказал, 200 будет. Не, ну, рано или поздно. Возможно, когда-то я тоже в этом формате. Это только вопрос, ребалансировка. Ну, и возвращаясь к истории, да? Да, когда ты просто берешь и продаешь. Но просто доля сургута выросла, лично у меня в портфеле, доля сургута просто выросла, как прокси на доллар. Ну, у меня-то другой подход. Ну, если говорить о долларе, о валюте, да, то есть вопрос. Ну, тут уже вопрос инфраструктур, ну, то есть структурирования инфраструктурных рисков. Ну, начальство, вопрос типа обычных людей. То есть, ну, у меня есть валютный портфель, есть рублевый. И когда доллар сильно растет, естественно, валютная часть, она начинает превалировать над рублевой. Я просто срезаю оттуда, перевожу сюда. Так же я делаю в обратной истории. То есть, ну, вообще не задумываясь. То есть, когда у меня превышает, да, определенную долю, все, я срезаю и делаю. Таким образом, у меня всегда доллар по дешевке покупается, подорого продается. Вот. И к вопросу вот о женщине, да, про про ребалансировки. Ну, то есть, когда у меня есть какой-то дискомфорт, я просто долю риска немножко снижаю. Ну, то есть, именно акции, да? И мы сделали портфель 30% акций, 30% недвижимости, ну, этих фондов. Тогда еще ПНК был. Какая красота. Вот. И остальное, естественно, облигации. Причем, ну, не чисто облигации, а именно фонды денежного рынка. Чисто облигации. Не чисто облигации, а фонды денежного рынка. То есть, ну, с облигациями это отдельная история. То есть, с облигациями я себе позволяю несколько более активную работу, когда я понимаю динамику будущей поставки процентной. И получается, какая история. То есть, мы входим в 22-й год, у нас 30% акций, там, 30% недвижимости и облигации. 40% оставшиеся. Начинается 22-й год, все падает. Естественно, акции падают. Ну, на сколько индекс? На 40, по-моему, сразу процент. Начинает падать. Ну, я же звоню, а надо делать ребалансировку. Я звоню, так и так, здравствуйте, надо делать ребалансировку, докупить акции. Никита, да как же докупать? Все же падает. У нас же вон там минус, там, образовался портфель. Да куда? Я говорю, ну, слушайте, ну, вот так работает портфельная теория. Ну, давайте, ну, типа, ну, как бы, окей. В общем, сделали, проребалансировали, восстановили долю акций, идем дальше. То есть, потом начался же февраль, рынок же закрыли, открывается, вот, мы опять проводим ребалансировку и, как бы, все сидим. Причем, вот, в тот момент, как раз, за счет того, что у нас были фонды денежного рынка, мы покупаем длинные банды. Ну, тогда они давали доходность 15, они буквально там за 3 месяца вырастают, да, до доходности 8, нет, 9, 9,5 мы закрывались. И сидим дальше. Дальше наступает сентябрь 22-го года, всеми любимая частичная мобилизация, и рынок обновляет минимумы. Я опять звоню, алло, здравствуйте, надо, ну, причем в этот раз уже не просто ребалансировку, а так как, ну, типа, уже прям чувствовалось, что прям финита ли комедия, я говорю, давайте увеличиваем еще и на 10%, то есть, ну, не просто установим долю, а и увеличиваем долю акций, то есть до, ну, с тех, с тогдашних 30, да, до 40. При этом, что забавно, недвижимость, вот фонды меня очень удивили, они еще и выросли за это время, то есть, что вообще для меня было, что, думаю, обалдеть, ну, то ладно. И получается, какая история, то есть, мне с курьем пополам, то есть, я каждый раз, когда я звонил, я говорю, ну, пожалуйста, ну, вот так это работает, ну, ну, вот надо, да, когда акции снижаются, да, ну, мы покупаем неодельный, мы берем индекс, то есть, на длинном горизонте, у вас он длинный, да, то есть, я, ну, как бы, все, я вот у себя так же делаю, и вот это вот приходится объяснять, и человек, ну, ладно, давай делаем. Хорошо, в общем, в итоге сделали, в итоге мы сидим с аллокацией 40%, проходит вот, да, текущий год, и акции отрастают. Естественно, портфель уже давно глубоко в плюсе, то есть, сейчас, учитывая, что мы входили на пике, портфель показывает на текущий момент плюс 20%. И я звоню, алло, здравствуйте, в этот раз говорю, надо продавать. Так, да как же продавать, ну, все же растет, глянь, все в плюсе, зелененькое, я говорю, надо продавать. Я говорю, ну, то есть, вот то, что мы делали тогда, да, теперь мы делаем вот в обратную сторону, только уходим в облигации. Вот, и все. То есть, и, соответственно, такая простая, я же говорю, ну, причем здесь портфель, вот как-то, несмотря на то, что там, да, человек, ну, имеет нестандартный, да, объем суммы, там, больше, да, и он может выйти за рубеж. Но чисто из-за того, что у них есть риски, которые, ну, связаны с должностью и всем прочим, им нельзя выходить, да, за рубеж, а использовать там какие-то структуры для их капитала еще рано, то есть издержки будут большие. Поэтому приходится концентрироваться чисто на, вот, российском фондовом рынке, ну, и вот, пожалуйста, то есть, как бы, оно все работает, да, учитывая тот факт, что единственное, что, ну, вот я тебе говорил, я в прошлом году немножко сильно, скажем так, сам себя зарядил по вере в Россию, да, что не взял золото, когда доллар был по 60. Вот, но даже это не помешало, потому что, опять-таки, ну, если бы я последовал плану, да, то есть, ну, у меня-то ребалансировка идет как, то есть, что, да, рублевая часть, валютная часть, а вот для людей, у которых нет, да, зарубежной истории, я всегда говорю, что при определенных курсах доллара добавляйте валютную составляющую, ну, то есть, это либо золото, ну, для зрителей могу порекомендовать, покупайте на России золото не через Гейлдеруб, а через БПИФ, по-моему, ВТБшный, и на физичный, они сейчас сделали его физическим золотом. Почему? Потому что, если вы купите через Гейлдеруб, то брокеры по этому инструменту не выступают налоговыми агентами, то есть, налог придется платить самостоятельно. Ну, и плюс, льгота на долгосрочное владение активами на Гейлдеруб не распространяется, потому что это валютная секция. Тикер поставим в заставке. Да, я просто не помню тикер именно ВТБшного фонда, они же там менялись, у них там был же на индекс Мосбиржи сначала ВТБХ, потом и какой-то еще, в итоге сейчас ЭКМИХ, в общем, они там меняют, я уже устал. Ну, вставим, вставим ВТБ. Вот, и, соответственно, добавляйте валютную составляющую, то есть, если я тогда, да, не сильно там поверил, да, вот в эту историю, опять-таки, да, последовал плану, вот то, что я всем говорю делать, да, и сам бы вот так же сделал, то портфель бы сейчас порядка 35 или 40% добавлял. Ну, так, у меня так и получается, потому что сделал, потому что система сказала, делай, покупай, да, и можно было думать, тоже думал, блин, ну, доллар по 55 никому не нужен, может упасть и ниже, у самого же даже были шизофренические мысли, но, наверное, могут при таком сальдо торгового баланса и на 45, в принципе, ввести. Ну, у меня вопрос не в сальде был, у меня был вопрос именно, я почему не стал брать, я, у меня загвоздка была именно в переходе на новые бенчмарки, то есть, я, у меня был ключевой риск, почему я тогда не взял золото? Никит, смотри, мы, нам друг с другом интересно, классно общаться, люди могут просто запутаться здесь, да? Смотри, ну, я сейчас ставлю немножко про историю, связанную с валютной аллокацией, то есть, у нас на днях прошел съезд, 8-9 числа, и как раз мы говорили про необходимость валютной аллокации, и хеш же валютной составляющей, основной хеш валютной составляющей, он, в принципе, за счет того, что ты доходы в рублях получаешь, а когда тебе нужно необходимо управлять капиталом, то тебе все равно ее нужно держать, и даже если там у тебя инфраструктура закрыта, или ты считаешь, что инфраструктурные риски высоки, и все равно нужно закрывать эту составляющую, опять мы с тобой расходимся, потому что, ну, я считаю, для меня это могут быть а, наличные доллары, раз, да, они не работают, но, тем не менее, я их могу покупить, продать, б, это получается, и сейчас, в настоящий момент, я смотрю на компании-экспортеры, которые в прошлом году, ну, встряли на этом, скажем так, да, Росагра, опять-таки, ну, тут еще идет инфраструктурный риск, они молодцы, они перестали продавать, то есть у них запасы складские выросли, они по таким ценам просто не продавали, потому что рублевая выручка очень низкая будет, Норильский никель тот же самый, да, Сургут-Прев, который маленький дивиденд, это вот некая такая валютная аллокация экспортеры, которые пока еще стоят дешево, потому что у них в отчетности, которая раскрыта, информация о том, что падение выручки там на 80-90%, и они дивиденды не платят, и толпа такая, я не буду это держать, да, второе это золото, третье замещающие облигации, как таковы, ну, просто про структуру аллокации, мы на съезде говорили в процентном соотношении, как на взгляд наш, наших ребят, партнеров в команде, можете по ссылочке, соответственно, внизу в описании данного видео пройти, посмотреть, получить, думаю, там добавить немного спокойствия. Еще такой вопрос, хотелось бы задать, я, кстати, тоже приглашал своего наставника на съезд, про который говорил он второй день, я говорю, слушай, Горб, а вот представь такую ситуацию, Никит, представь такую ситуацию, у тебя близкие остаются в России, а ты по каким-то причинам вынужден уехать из страны. Закроют даже интернет, и по телефону позвонить невозможно, да, то есть тебе нужно на флипчарте, да, на листочке записать инструкцию, каким образом поступать со своим капиталом вот в настоящий момент. Эта инструкция потом будет передана твоим детям, родителям, близким людям, близким друзьям, внукам, правнукам, да, ну, то есть вот, знаешь, как этот Тони Робин в свое время написал книгу, да, пришел к самым успешным инвесторам и сказал, вы не можете передать капитал, вы можете оставить только инструкции, инструкции своим близким, да, то есть вот какие бы ты инструкции оставил людям, которые остались в периферии России, нет у них капиталов и возможности добавлять какие-то дополнительные юрисдикции, могут только это делать в рамках российской инфраструктуры, вот там один, два, три, да, то есть вот это что нужно делать для того, чтобы просто комфортно находиться на этой территории, жить счастливой жизнью, не переживать за свое будущее. Есть такие мысли? Да так же, как я делаю для себя. У меня все, во-первых, у меня уже и супруга, это все знает, она ничего сложного, да, и если меня не станет, она сама продолжит вести портфель. Купите 60% акций, 20% недвижимости и облигаций. И можно даже добавлять, ну, то есть золото и все прочее, это уже усложнит, да, историю. То есть если мы говорим о вопросе о флипчарте, да, ну, типа, когда у нас будет ограниченное, да, место, потому что если место неограниченное, то можно и книгу написать, да, вот, и передать ее. А если мы говорим о том, что, типа, как в трех словах, и которое будет передаваться из поколения в поколение, то именно так. Вот, потому что акции и облигации, они будут защищать инфляцию в любом случае, да, причем акции это с точки зрения именно индекса. Говорю, причем абсолютно неважно, как этот индекс будет куплен, будет через БП вкуплен или через, ну, типа, человек заморочится и купит сам ручками, да, то есть эти акции абсолютно не имеют значения. Важна именно локация. А локация это именно доли, да. Вот, соответственно, 60 акций, 20 недвижимости и 20, соответственно, облигаций. И ребалансируйте. Как часто? В России, если остаешься. Это не имеет значения. Правила ребалансировки какие-то будут? Когда рынок падает на 40%, вот ты говоришь, вот звонил там клиенту, говорил, надо сделать ребалансировку внеплановую. Опять-таки, если мы говорим об ограниченном количестве слов, то, соответственно, естественно, я этого не скажу раз в год. Но это уместить можно. Я напишу просто раз в год. По одной простой причине, что, опять-таки, возвращаясь, да, к истории с ребалансировками, есть статистика, да. И по факту глобально, да, тоже было проведено много исследований, типа, делали ребалансировку там раз в месяц, раз в квартал, раз в полгода, раз в год, раз в два года, раз в три года и так далее. Типа, самое эффективное оказалось, типа, раз в год. Естественно, то, что... Месяц какой-нибудь там есть? Декабрь. Декабрь? Декабрь, да. 31 декабря? Ну, там, когда там работа, да, идет. Вот декабрь, там, последний рабочий день, да, и ты... Ну, ладно, не последний, а когда там еще ликвидность на рынке есть, да, 20 декабря. Да, вот, ну, с 20-х числа. А вот все то, что история, вот, типа, про усложнение, да, про увеличение долей, то здесь, на самом деле, сложно доказать эффективность, ну, сравнить, да, вот с этой историей, потому что там слишком много перемен, да, то есть, насколько ты увеличивал, как часто и так далее. Поэтому, учитывая, что, скорее всего, мои потомки не будут экспертами по финансовым рынкам и инвестициям, да, то мне нужно дать максимально простую инструкцию, которая будет, ну, работать прямо наверняка. Вот, и это вот именно инструкция заключается в этом, что вот купил и раз в год просто сел выровнять доли. И выводи не больше безрисковой ставки изъятия. Ну, то есть, если... А русский что это? Безрисковая ставка изъятия – это процент, который ты можешь выводить из портфеля и так, чтобы портфель не проедался инфляцией. Она как-то рассчитывается? Сам рассчитываем для России? Да, безусловно, есть. Она рассчитывается, это тоже огромное количество статистики исследований, то есть, допустим, для американцев долгое время это было 4%, сейчас это 3%. То есть, забирать от прибыли не больше... Не от прибыли, именно от суммы счета. Да, от стоимости портфеля не больше 3%. Это для американского, для глобального рынка, а для российского... Для долларовой истории. Для российского это 6%. Процентные ставки, получается, привязаны. Да, да. Ну, плюс-минус. Глобально, вот если брать, вот мы берем... То есть, средняя ставка, если таргетируемый уровень ставки ФРС – 2%, а у нас... Как она называется еще раз? Безрисковая ставка изъятия. Безрисковая ставка изъятия – 4%, то есть, два раза выше стоимости денег в экономике. То есть, если процентная ставка растет до 4%, скорее всего, у них на 8% это. Нет, 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 конечно, нет. Потому что она плавает, она меняется. Безусловно. Там же рынок акций еще подключается. То есть, даже вот когда ставка процентная была в Америке, там 8-9, да, безрисковая все равно была 4%. Ну, потому что инфляция высокая тогда при этом. То есть, при высокой ставке – высокая инфляция. И ты не можешь позволить себе больше выводить, потому что у тебя инфляция высокая. То есть, поэтому, соответственно... Так, а в России получается 6%. Да, в России 6, да. Но, опять-таки, это же такой тоже показатель. Это, я говорю, 6 – это прям минимальное пороговое значение, да. Но я обычно как поступаю? Вот у меня есть люди, которых я веду, да, пенсионеры. И мы что делаем? То есть, когда год хороший, то ты можешь, ну, допустим, там, 21-й год был прям хороший. То есть, портфель вырос очень сильно при низкой инфляции. То есть, и ты, соответственно, можешь вывести не 3%, а 5%. То есть, ну, ты 3 забираешь себе на жизнь, а 2 оставляешь себе на депозите. Да, то есть, ну, чисто как бы вот буфер твой. Но зато вот 22-й год, да, когда там все упало, то есть, у тебя же-то и доход, ты же выводишь от суммы портфеля, и доход снизился. Но у тебя-то есть вот этот буфер, который в хорошие годы копится, да, и в итоге ты в качестве жизни не теряешь. То есть, и при этом портфель не проедается инфляцией. Ну, и плюс безрисковая ставка изъятия, это тоже, вот, как это правило, 4%, по-любому о нем слышал, это вот оттуда пошло. Это же тоже показатель такой, да, то есть, хочешь себе оставлять наследство, не хочешь, да, то есть, оставлять наследство. Если хочешь, то сколько. То есть, в зависимости от этого, ты уже можешь играться вот этой безрисковой ставкой изъятия, но помнить о том, что... Усложняет. Да, это, ну, поэтому я же говорю, что самое простое, я же говорю, это вот портфель, и выводите не больше 6%. О, отлично. То есть, краткое резюме тогда, если, если что делать. 60% акций, 20% недвижимость, 20% облигаций, золото будет усложнять данную структуру, регулярно проводите ребалансировку, о регулярности в данном случае речь идет 20 числа декабря, придерживайтесь ставки безрискового изъятия капитала, а не забирайте от своего тела портфеля больше 6% в год. Да, совершенно верно. Будет создание и примножение капитала в будущем. Да, причем, ну, первое время вы можете копить. Я даже писал когда-то вот эту историю, ну, типа, со сложным процентом. То есть, вот, когда ты копишь, да, капитал, потом там на пенсии ты выводишь безрисковую ставку изъятия и передаешь весь капитал детям, которые там до 40 лет тоже копят, да, потом на пенсии выводят безрисковую ставку изъятия, передают детям, и те продолжают вот так же копить. И там... Ну, тоже, тоже, я помню, мы на разговоре это тоже упомянули, когда я был в Сколково, приходила женщина, которая Ротшильдов, то есть, фонд Ротшильдов, она как раз работает с людьми с Восточной Европой и России. Вот, и говорит, была семейная пара с Восточной Европой, они соскоролотили капитал 150 миллионов долларов, им надо было в наследство передать. И то есть, там отдельно прям прописано, было в завещании, что имеют право распоряжаться данным капиталом только после 45 лет. И причем они не просто это в завещании написали, они пока живые, они это завещание показали детям. Дети там, типа, что за... Это как? Это кто? Это где? А как же мы будем тратить? Говорят, не, ребят, к 45 годам вы перебеситесь, уже устоявшиеся брачные отношения будут, никакой угрозы нашему семейному капиталу не будет. То есть, берите, пользуйтесь деньгами, вам никто не запрещает, да, на свое усмотрение. Но самим капиталом распоряжаться только, когда мозги немножко другие будут. Никита, спасибо большое. Я думаю, что будет очень ценным. Приглашаю подписаться на канал Никиты, потому что очень много выкладок, очень много информации. Кому-то может показаться, что немного сложно, но при этом, если все-таки разобраться и немного поднабрячься в том, какой материал, на канале гораздо проще у нас получается. Потому что, когда профессионалы начинают говорить, то есть, есть вещи, которые я просто понимаю, и Никита понимает, что я понимаю, люди могут не понять. Но, тем не менее, много ценного, что было сказано. Ребят, пожалуйста, оставьте комментарии, как вам данное видео. Ссылка на канал Никиты будет под данным видео, если хотите узнать, каким образом ребалансировать портфель, создать структуру портфеля. По крайней мере, как мы это делаем в MaxCapital, вы можете по ссылке получить запись конференции. К Никите, соответственно, можно к нему на канал. Ребят, спасибо большое. Надеюсь, было полезно. Оставляйте комментарии, нужно ли еще встретиться, пообщаться, и темы, на которые вы хотели, чтобы мы поговорили и обсудили дополнительно. Спасибо, Макс. Всем удачных инвестиций. Субтитры сделал DimaTorzok